Здравствуйте, я Ольга Добрякова. Это программа «Область новостей» с обзором главных событий в регионе. Сегодня в выпуске. Тестирование, собеседование и защита программ развития города. Моменты волнительного события и имена финалистов раскроет Юлия Савушкина. Имя главы Тамбова определит голосование депутатов Тамбовской городской думы. Оно пройдет в понедельник, 16 сентября. На этот же день назначена инаугурация нового сети-менеджера. В новый отопительный сезон с новыми трубами. Как масштабная реконструкция отразится на жителях и чем качественно отличается современный трубопровод, узнал Павел Юрасов. Сказать, что ремонт необходим, это значит ничего не сказать. Вы сами видите, в каком состоянии находятся трубы. Работа над теплосетями больше напоминает археологические раскопки от трубы древней окаменелости. Пеший туризм, заплыв на байдарках, спасение пострадавшего, изучение ядовитых растений и грибов. О программе «Школы безопасности» на ближайшие пять дней расскажет Олег Рожков. В лесу спрятано 19 контрольных пунктов. Участникам дается 40 минут, чтобы отыскать их все. Чем больше нашел, тем больше очков получает твоя команда. Почти 4,5 миллиона рублей пришлось заплатить тамбовчанке, чтобы получить компенсацию за покупку лекарств. Подозреваемого в мошенничестве уже задержали. Все началось еще в прошлом году. 61-летняя тамбовчанка приобрела лекарственные препараты в сети интернет. А в июле этого года пенсионерки сообщили, что за покупку ей положена компенсация в 160 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно заплатить. Доверчивая тамбовчанка перевела незнакомцу собственные 20 тысяч. А когда на том конце трубки попросили сумму побольше, влезла в кредиты, на что подбила еще и родственников. Не установленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом компенсации за покупку лекарственных средств завладел денежными средствами жительница города Тамбова. В сумме 4 миллиона 345 тысяч 98 рублей. После того, как у несчастной закончились все деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Тут в дело вмешалась полиция. Подозреваемого задержали в столице. Он оказался жителем Ульяновской области. Молодой человек признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Через несколько дней тамбовчанам представят нового городоначальника. Сегодня четверо кандидатов на эту должность прошли основные испытания очного конкурса. Это тестирование, собеседование и защита программ развития города. Моменты волнительного события и имена финалистов. В сюжете Юлии Савушкиной. То ли волнение, то ли суеверность. Перед началом заседания конкурсной комиссии большинство кандидатов предпочитают хранить молчание. К разговору открыт только самый молодой претендент на высокую должность. Мне, как простому жителю, как представителю от молодежи, не берется различная судьба нашего города. И, наверное, еще таким небольшим толчком для роста стал оригинальный управленческий конкурс «Лидеры Тамбовщины», в котором я принимала участие в качестве полуфиналиста, который придал мне такой уверенности, задора. Первый этап – оценка качеств кандидатов на основании представленных документов. Он проходил за закрытыми дверями. Теперь же четверка претендентов должна продемонстрировать свои способности лично. Второй этап конкурса по одного кандидатуру на должность главы города Тамбова – Тамбовск Ромбост. Тестирование кандидатов для оценки в теоретических знаниях. Место напротив председателя конкурсной комиссии занял экс-депутат областной думы Иван Порощак. 39-летний Андрей Бажили, на нем известно только то, что он окончил ТГТУ по специальности финансы и кредит, оказался дальше всех от президиума, вероятно, уступив центральные места дамам. Вряд ли это можно назвать совпадением, скорее иронией судьбы, но в финал мужчин не пропустили. По решению комиссии лучшими в трех этапах были специалист регионального исполкома «Единой России» Дарья Завражина и начальник областного управления по развитию промышленности и торговли Наталья Макаревич. Имя главы Тамбова определит голосование депутатов Тамбовской городской думы. Оно пройдет в понедельник, 16 сентября. На этот же день назначена инаугурация нового сети-менеджера. Юлия Саушкина, Николай Иванов, Олег Щербаков, Область новостей. Временные лишения и трудности коснулись накануне жителей многоквартирного дома по адресу Рылеева, 63-Б. Вчера в 5 часов вечера на пульт дежурного коммунального предприятия ТКС поступил сигнал о разрыве водопровода. На каком этапе ремонтной работы сейчас расскажет наш корреспондент Марина Корякина. Эти кадры, снятые на мобильный телефон, 17 часов прошлого дня не предвещали жителям этой многоэтажки приятного вечера. Полноводная река, разливающаяся по асфальту около дома, ничто иное, как холодная питьевая вода, убежавшая из труб благодаря разрыву ветхих коммуникаций. Работники ТКС в оперативном порядке выехали на место повреждения, провели согласование коммуникаций и сразу же приступили к проведению аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600, который идет с 7-го водозаборного узла на станцию 3-го подъема. Аварии на трубах такого диаметра коммунальщики называют масштабными, поэтому и ремонт в этом случае ведется в несколько этапов. 30 человек и 9 единиц техники работали всю ночь, вели земляные работы и демонтировали изношенную часть трубы. Дом оперативно подключили к водоснабжению по резервной схеме. Несмотря на то, что полного отключения не было, жители все равно получили дополнительно подвоз бутылированной воды. На рассвете уже установили новый участок сетей длиной 6,5 метров. Однако из-за ремонтных работ спад напора вчера и сегодня могли наблюдать и жители северной части города. В течение рабочего дня, чтобы обеспечить воду в малоэтажных зданиях, это школы, детские сады и в социально значимых зданиях, давление повысительной насосной станции остановится, а с водозабора будет подаваться вода только лишь на малоэтажные здания. Однако претерпевать временные трудности придется недолго, пока ремонтные работы возле дома на релеево 63Б еще ведутся. Полное давление в трубах дадут после того, как в резервуарах на 36-м подъеме будет восстановлен необходимый запас воды. Специалисты ТКС обещают, что в ближайшее время каждый житель северной части города сможет воспользоваться коммунальными благами в привычном объеме. Марина Корекина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. В новый отопительный сезон с новыми трубами. Квартальные сети от пяти тепловых пунктов в центре и на севере Тамбова. А это более 13 километров коммуникаций полностью заменят до октября. Как масштабная реконструкция отразится на жителях и чем качественно отличается современный трубопровод, расскажет Павел Юрасов. Двор по улице Релеева обнажил свои недра. Старый трубопровод, от которого питаются 10 многоэтажек и детский садик, вскрывают и демонтируют. Сеть в последнее время скорее напоминала дуршлаг, то и дело требуя ремонта. Вот за лето отключали. Недели есть, три недели нет, две недели нет. Врать не буду. Мы были летом в деревне. Хорошо нас это не коснулось, но муж постоянно говорит, что отключает. Приходишь, работы нет. Еще я замечала, что ночью отключает там на час, на два. Точечная починка – это лишь лечение симптомов. Прорыв за прорывом трубы постепенно скрывались в каразийно-грязевом иле. Как оказалось, и без того ветхая сеть находится в нижней точке, отчего риск затопления повышается. Сказать, что ремонт необходим, это значит ничего не сказать. Вы сами видите, в каком состоянии находятся трубы. Работа над теплосетями больше напоминает археологические раскопки, а трубы – древние окаменелости. Всего на этом участке будет переложено более чем 3,5 километра новых коммуникаций, качество которых обещает, что во дворе в ближайшие 30 лет никакой ремонт не потребуется. Кроме того, в домах восстановят линии циркуляции, что отразится на качестве горячего водоснабжения. Новый трубопровод, пенополиуретан, изоляция, она полностью исключает попадание на трубу воды. Соответственно, срок службы гарантирован 30 лет. До 30 сентября обязательства по перекладке и включению жителей мы обеспечиваем. Разделят радость жителей Севера и дворы возле Комсомольской площади. Здесь новенький трубопровод уже положили на законное место. Реконструкция квартальных сетей затрагивает пять жилых домов и крупную школу. Надеюсь, что это надолго, а не что каждый год и вот так вот будет. Потому что у нас достаточно часто здесь делают какие-то ремонты именно в нашем районе. И если это все новое, то дай бог, чтобы это было как бы на года. До конца сентября все сети будут подключены. Работа по благоустройству на местах обещают закончить в течение октября. Павел Юрасов, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей. Тамбовские аграрии готовятся к всероссийской выставке «День садовода-2019». Вот уже в 14-й раз она пройдет в Мичуринске с 13 по 15 сентября. Этому событию предшествует активный сбор урожая, который сейчас идет на полях и в садах. В одном из них побывала наша съемочная группа. О сборе малины, гектарах плодоносящей ягоды и технологий, которые используют для улучшения качества продукта, расскажет Олег Рожков. Шесть лет назад на этом месте был заложен экспериментальный малиник на 2,5 гектара. Теперь плодоносящая плантация занимает уже 17. Помимо малины здесь выращивают ежевику и красную смородину. После сбора урожая свежие ягоды продают в регионе, а также отправляют на реализацию в Москву. Чтобы качество продукта оставалось на высоком уровне, в Тамбовских садах соблюдают все технологии для грамотного хранения товара. Запускаем в этом году линию переработки. То есть у нас есть морозильное оборудование. Способом холодной заморозки сейчас морозим ягоду и зимой будем перерабатывать в дальнейшей реализации. Кстати, линия переработки не единственное нововведение на плантации. В этом году в Тамбовских садах появилось два участка с земляникой. Один с сортом традиционного типа плодоношения, то есть у ягод короткий срок созревания. А на втором участке находится ремонтантная земляника. То есть плюс ее в том, что урожай с нее можно собирать вплоть до первых осенних морозов. За состояние ягоды в Тамбовских садах отвечает агроном. Он курирует все работы по уходу за ней. Весенние обработки. Соответственно, традиционной малины начинается вырезка старых плодоносящих побегов. Адемобаха, адемоваших. Ну, соответственно, обработка проводится. Обработка проводится инсектоцидами, пестицидами, лунгицидами, соответственно, от грибковых заболеваний и различных насекомых, ведящих урожаем, соответственно. В сезон на плантации трудится более 50 человек. Сейчас они активно готовятся к предстоящему Дню садовода, где ООО «Тамбовские сады» представит свою продукцию. Олег Рожков, Олег Осипов, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Театральная жизнь в Тамбове начинает набирать обороты. И пока Тамбовский драматический театр только готовится к открытию нового сезона, хозяева гостеприимно уступают свою сцену гастролерам. Так, с 11 по 15 сентября свои лучшие постановки покажет Магаданский театр «Кукол». Первый спектакль они дадут в Первомайске, затем отправятся в Котовск. И финальной точкой станет Тамбов. Театр молодой, в этом году он откроет свой 40-й сезон. И любая гастрольная деятельность для труппы – глоток свежего воздуха. Это и обмен опытом, и расширение аудитории. Мало возможностей было, особенно театром «Кукол», особенно с Магадана, выехать куда-либо на гастроль. Да, мы ездили по гастролям, но только по нашей области. Но этого недостаточно. Потому что каждый театр, вы со мной согласитесь, он должен и себя показывать, и смотреть на других. И не только дело в актерах, а еще дело и в зрителях. Большие гастроли рассчитаны на детей и взрослых. Для малышей актеры покажут два спектакля. Один из них – «Олень, золотые рога» и «Айболит и бармалей». Для взрослого населения – «Абстракция» и «Маяковский». А уже на следующей неделе свой занавес в 233-й раз откроет Тамбовский драматический театр. Школьники из Тамбовской области на пять дней оказались в лесу. Но ничего страшного с ними не случилось. С 10 по 14 сентября ребята примут участие в туристическом слете Школы безопасности. Олег Рожков расскажет подробнее. 26 команд участников – это дети из общеобразовательных школ, домов творчества и школ-интернатов региона. В течение пяти дней им предстоит погрузиться в мир туристической науки и испытаний. Специалисты утверждают, что вне зоны комфорта слеты делают детей более приспособленными к жизни. А также учат поколение смартфонов настоящему, живому общению. Вообще мероприятие – это приучать наших детей, во-первых, к выживанию в среде, не только в лесной, но и в природной среде, и в городе. Учат наших детей, самое главное, дружить, уметь общаться, потому что туризм – это командный вид спорта, здесь один человек никогда не справится. Поэтому мы считаем, что команда – это очень важно, особенно для школы. Вообще для детей уметь дружить, уметь поддержать друг друга – это большого стоит. Соревнования по пешему туризму, заплыв на байдарках, спасение пострадавшего и переправа с ним через реку, изучение ядовитых растений и грибов. И это только не полный список занятий, которые наполнят часы лесных будней школьников. А в первый день слета – спортивное ориентирование. В лесу спрятано 19 контрольных пунктов. Участникам дается 40 минут, чтобы отыскать их все. Чем больше нашел, тем больше очков получает твоя команда. От таких каникул во время учебного года ребята в восторге. Но переезжают в лес они не чтобы прогулять уроки. Я езжу на этот слет второй год подряд. Я больше являюсь любителем туристических путешествий. Ну, в первую очередь, что дает? Ну, работа в команде в первую очередь. Познаешь людей немножко с иной стороны, в более неформальной обстановке. То же самое с учителями. Ты можешь с ними пообщаться не как официально на уроке, а больше в спокойной обстановке, как будто с друзьями. Я приезжаю в этот тур слет познакомиться с другими людьми. Друзья тут есть, которые уже приезжают. Я третий год уже сюда езжу. Нравится сам формат этих соревнований. Бег по лесу, плавание на байдарках. Потом сближаемся с теми людьми, которыми я приехал на этот тур слет. Я на этот туристический слет уже приезжаю, получается, пять лет подряд. И каждый год я узнаю что-то новое. Я развиваюсь в этой сфере, в сфере туризма. Каждый год у нас какие-то новые задания в той же экологии, в ориентировании. И детям эти соревнования дают очень большой опыт в дальнейшей жизни. Паша, сынок, давай, 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 молодец. 90, 90, пробивай, 90. Лучшая команда регионального этапа получит возможность проявить способности уже на уровне Центрально-федерального округа. Если и там школьникам Томбовской области будет сопутствовать успех, то они завоюют путевку на участие во всероссийском этапе туристического слета. Давай, давай. Олег Рожков, Дмитрий Наякшин, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. В Тамбове пройдет финал пятой всероссийской спартакиады трудовых коллективов. В нем примут участие около 38 субъектов Российской Федерации и порядка 1200 спортсменов из крупных регионов страны. Торжественное открытие состоится 13 сентября в 11 часов в крытом футбольном манеже. В составе каждой команды сотрудники крупнейших предприятий. Наш регион представит спортсмены таких заводов области, как электроприбор, пигмент и прогресс. Соревноваться предстоит в 10 видах спорта. Среди них легкая атлетика, мини-футбол, волейбол. Отдельно предусмотрены соревнования для спортивных семей. Такое действительно масштабное событие позволяет провести возможности нашего региона. В декабре прошлого года проходила встреча главы администрации Тамбовской области Никиты Александровича с министром спорта. И вот на этой встрече обсуждался вопрос об увеличении количества всероссийских и международных соревнований, которые будут проходить на территории Тамбовской области, так как спортивная инфраструктура нашей области сейчас уже это позволяет делать. Вот в прошлом году министерство нам разрешило в виде такого пробного варианта провести финал спорта-киады допризывной молодежи. Он был проведен очень успешно, получил высокую оценку. И уже в этом году нам было доверено провести пятую всероссийскую спорта-киаду трудящихся. Соревнования будут проходить с 12 по 16 сентября. Почетными гостями станут заместитель министра спорта РФ Марина Владимировна Томилова, заместитель председателя ФНПР Давид Михайлович Кришталь. Большую часть состязаний примет спортивно-тренировочный центр Тамбов. И на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова